Друзья, всем привет! Вы как всегда на канале ММА Ревью. Ну что вот и остается совсем немного времени до UFC 242 в Абу-Даби. Сегодня давайте пробежимся по самым мощным последним новостям кратенько. Обсудим немного стердауны бойцов и конечно поговорим про главную тему выпуска это взвешивание в Абу-Даби. Ставьте лайк и погнали! Начнем же с нашего нестабильного бойца ММА Александра Емельяненко, который поделился ожиданиями от боя Хабиба с Дастином Парье. Хабиб ко всем боям подходит фаворитам. Я уверен, что в этом бою, если у него нету никаких травм и проблем с физическим состоянием, то он побьет соперника. Парье быстро выдыхается, они вообще все быстро выдыхаются. На пресс-конференции даже не хватает дыхания, разговор нормально построить. Парье уже сдох до боя. Его нужно успокоиться и сказать, что он был неправ. Не стоит выходить на бой против Хабиба, лучше заняться чем-нибудь другим. Сам же Александр тоже решил заняться чем-то другим. И готовится выступить по боксу против стронгмена и тяжелоатлета Михаила Кокляева. Бразильский легковес Диего Феррера высказал свои мысли о предстоящей встрече с Мейербеком Тайсумовым. Мы оба являемся очень крепкими и всесторонне развитыми бойцами, я ожидаю настоящую войну. Он не сможет финишировать меня одним попаданием, ему нужно будет меня сломать, а это невозможно. Мы будем драться до тех пор, пока один из нас не упадет без сил. Я полагаю, меня недооценивают, но это не сильно меня беспокоит. Мне нужно просто громко заявить о себе и это мой шанс. Мне нужно просто доказать всему миру, что я заслуживаю входить в число лучших легковесов UFC. Не думаю, что после победы над Тайсумовым я попаду в топ-15, но это позволит мне в следующем поединке сразиться с топовым оппонентом. Публика будет болеть за него, но это только меня раззадоривает. Я получаю удовольствие, когда избиваю соперника на его же территории. Далее у нас Эдсон Барбоза заверил всех в том, что набрал лучшую форму в своей жизни перед реваншем с Полом Фелдером. Вы, ребята, увидите лучшую версию Эдсона Барбоза за все время. Пол Фелдер – сильный соперник, один из лучших бойцов мира, который входит в топ-10. Это хорошо, потому что я готовился очень усиленно. Я тренировался с лучшими парнями мира в джиу-джитсу и борьбе. Жду, не дождусь, субботнего вечера. А дальше у нас появилось неожиданное и большое интервью Джорджа Сен-Пьера, где он рассказывал про Хабиба и свое возвращение. Но, как итог, возвращаться он не собирается, так как считает, что стал медленнее, да и мотивации особо у него нету. Но главные его слова были такие. UFC знают, что я побью Хабиба. Они защищают свои инвестиции. Как же по мне, этот бой не обязательно должен быть за титул. Это можно было бы и сделать в промежуточном весе. И я бы был заинтересован в этом, но у UFC другие планы на Хабиба. Они его защищают, потому что знают, что я его побью. А как вы думаете, друзья, смог бы Джордж победить Хабиба? Соперник Ислама Махачева Дэйви Рамос резко ответил журналисту на такой вот вопрос. Дэйви, вы не испытываете дополнительного давления в связи с тем, что ваш соперник Ислам Махачев по сути дерется дома, а Абудаби будет на его стороне. На что Рамос ему ответил. Это не его дом, это мой дом. Я здесь стал чемпионом мира по грэпплингу. Я выступаю здесь каждый год, начиная с 2011-го. Я знаю в Абудаби каждый уголок, так что кто выступает из нас дома? А также напомню, что Рамос реально непростой соперник и далеко не проходной для Махачева. Интригующая война стилей. Разбор, кстати, также есть на моем канале. Александр Шлеменко вчера проиграл бой Крису Ханикоту. Крис переиграл Александра по тактике и борол его все пять раундов. Но ждем мощного возвращения от Шторма. В первую очередь, мне, конечно же, меня больше расстраивает то, что подвел вас. Я понимаю и много говорю, что поражение наши лучшие учителя, они нас чему-то должны научить. Но знаете, конечно же, всегда тяжело. Тяжело, конечно же, всегда всем охота выигрывать. У меня нет каких-то серьезных повреждений. Крис чисто меня переиграл на тактике, можно так сказать. Молодец, очень хорошо подготовился и нужно отдать ему должное в этом. Он сделал все для того, чтобы победить. И реально в этом бою он был лучше. Ну, а что сказать. Я совершил ошибки. Надо их исправлять, нужно возвращаться. Надеюсь, что с Крисом мы еще встретимся. И вчера, друзья, прошли стардаун и бойцов всего карда. В принципе, все прошло очень дружелюбно. Я же отметил соперника Зубайра или Рона Мерфи. Какой-то он заряженный. И, видимо, к дебюту подходит очень серьезно. Следом, Мэйрбек Тайсумов эффектно вышел против Диего Ферреры. И оба, кстати, обещают показать войну в октагоне. Кертис Блейдс смотрится выше и крупнее Шамиля Абдурахимова. Блейдс особо нигде не выступал перед боем и не делал громких заявлений. Но он заряжен на победу и на новый рекорд по тейкдаунам в тяжелом весе. Барбоза и Фелдер уважительны и очень круто настроены. Бойцы между собой знакомы хорошо. Мало того, что это реванш, так они ранее еще вместе какое-то время тренировались. И в главном бою было все уважительно. Хабиб и Дастин пожали руки, обнялись. И Дастин сказал Хабибу, мол, улыбнись, братан, а нас смотрит весь мир. Также, друзья, только что завершилось официальное взвешивание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем мир, не прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok